Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый видеоролик. Давно у нас не было уже игровых видосов, пару-тройку дней я что-то вышел из какого-то такого графика. Спасибо всем, кто поддерживает данные видеоролики, делали какие-то определенные обзоры на вулканы. Ну и сейчас, наконец-таки, возвращаемся на стандартные, дефолтные наши интереснейшие нагибаторские видеоролики, которые связаны с какими-то интересными вооружениями, которые предлагаете вы, которые выбираю сам я. В предыдущем видеоролике вы не оставляли довольно большое количество комментариев с пожеланиями, с интересными вооружениями, которые вы бы хотели бы увидеть в следующем видеоролике. Поэтому сегодня я решил показать вам такое вооружение, как Викинга Твинс. Это то самое вооружение, которое в какой-то период времени в матчмейкинге было одной из самых лучших до введения овердрайвов. Потом, когда уже появились у нас овердрайвы в игре, немножко данная системочка поменялась. Ну и посмотрим, что данное вооружение покажет на данный период времени в матчмейкинге, в боях. Что касаемо устройства, то устройство на Твинс у нас будет стабилизированная плазма, которая отключает сплэш-урон, также само урон по себе. Наверное-таки дефолтное устройство для Твинса. Ну и, конечно же, будем играть в захвате флага. Возможно, вторую каточку, если первую выиграем, сыграем в контроле точек. Посмотрим, насколько эффективен сейчас, в данный период времени, Викинга Твинс. Ну и попытаемся сделать максимум, попытаемся выжать первое место, попытаемся заработать еще и победку для команды. Ну а вы в комментариях не забывайте указывать вооружение, которое вы бы хотели, чтобы я пообозревал. Потому что в последнее время, как я уже сказал, довольно маленькое количество комментариев появляется у нас под видеороликами. И если вам все это дело нравится, то сразу же пишите комментарий, прожимаете лайк. И если у нас больше соточки луксов набирается на данном видеоролике, то завтра уже выходит следующий видеоролик. Меня запихивает в катку, которая остается 2,5 минуты до конца и которую мы уже начинаем сливать. Я так понимаю, что это надо как-то камбэчить. Что касаемо резистов, вроде как у меня все нормально. Вроде как я попал как надо по резу. Единственное, меня только может сейчас смущать только то, что надо как-то пытаться сейчас рашить, как-то пытаться атаковать. Но я-то отлично понимаю, что у нас уже счет не в нашу пользу. При том раскладе то, что овердрайвы у противника имеются, будет очень сложно сейчас дернуть этот флажочек. Еще и от Винса 4 резиста, нифига себе. Я даже не думал, что такое большое количество резов может быть от данной интересной нагибаторской пушки. У нас в матчмейкинге на данный период времени поставили бомбу, которой, к сожалению, я уехать здесь не смог. Полторы минуты, больше даже немножко остается до конца. Нам, конечно, лучше бы дернуть флажочек, хотя бы камбэкнуть катку. И если уж даже не получится ее выиграть, хотя бы на ничейку ее свести. Я, конечно, понимаю, что катку у меня там запикало поздно. Но все же, если уже запикивало, не буду я здесь ничего перепикивать. Надо попытаться ее вытянуть. Главное, чтобы сейчас никто здесь не ясный. Ну вот видите, как бывает, когда ты все-таки запикиваешься в катке, где уже овердрайвы у нагибаторов имеются. И тебя просто так стопят на подходах. Это еще Мамонтовер не прожал, сейчас я заеду еще. Мамонтовер прожмет, потом может Титан купол поставит. А время-то тает на глазах, уже минута остается до конца. И наш тиммейт вроде как дергает флажочек. Если он сейчас дернет его, то я смогу его встретить. Давай-ка, давай-ка, дружа. Давай-давай. О, хорошая скидка. Если бы сейчас, конечно, у Хантера был бы овер, это было бы максимально печально. Там центр надо вернуть. Хорошо, молодцы. Отлично. Взаимодействие командное сейчас на высоте. 2-2 ставим. И 50 сек до конца. Давайте я попушу сейчас правую зону, потому что здесь уже есть нагибатор. И теперь уже можно ехать, наверное, на центр. Если бы сейчас наши тиммейты бы влетели бы на этот аппетитный, сочный, нагибаторский флажочек, было бы все просто шикарно. Так, у меня брони не было, к сожалению. 2-2, 30 секунд до конца. Сыграть от дефа или пойти попытаться зарашить и увести флажочек. Давайте пробуем на центр. Блин, Титан купол поставил, это ужас. Просто ужас. Надо как-то через левый фланг. Времени очень мало, 20 сек. Я даже, наверное, и не успеваю уже. Хотя, может быть, и успею. Блин, ну все, короче, уже. Уже забраковали меня еще тут, хантер, с этим овердрайвом. Ну, печально, конечно. Печально, когда происходят такие ситуации в боях. Вы сами понимаете, что когда ты пытаешься здесь уже камбэкать что-то, когда тебя запикивают в такие катки, как я уже сказал, когда у нагибаторов есть овердрайвы, то это сделать очень тяжело. И поэтому давайте пикаем следующую катку и надеемся на то, что сейчас что-то хорошее нам дропнет. А дропает 6,5 минут полигона и дропает сразу крит ошибка. Ну, крит ошибка, это, конечно, дефолт. Здесь я ничего не буду говорить. Это уже просто, ну, как бы, всем известный фактор, который всегда у нас падает. И нечему здесь вообще уже удивляться. Карта, в принципе, неплохая. Времени предостаточно. Закинуло не в самое начало катки, но и не под середину какую-то. Там уже минутка где-то прошла. Но овердрайвы, я думаю, что еще у нагибаторов не накопились, поэтому можно пытаться. Можно пытаться идти увозить. Тут голды ловят нагибаторы. Пусть ловят, пусть ловят. Мы пойдем в атаку, мы пойдем дергать флажочек. Единственное, что я могу сказать сейчас про Вик Отвинца, это то, что вот самого Викинга овердрайв, ну, не совсем эффективен. Да, то есть, если вы пытаетесь выжать максимум с этого овера на данном интересном вооружении, то у вас вряд ли что-то хорошее получится в этом плане. А вот если вы пытаетесь акцентировать свое внимание исключительно на том, что у вас имеется больше процент хпшки, да, за счет более среднего и удобного корпуса для данной пушки, то здесь вы явно выиграете. И на таких режимах, как захват флага, вам будет намного комфортнее играть, чем на том же Хори Твинсе. Да, Хори Твинс сможет дамажить довольно жестко противника, но вот что касаемо хпшки, то здесь вы явно будете проседать. Поэтому, если вы используете данное интересное вооружение в матчмейкинговых боях, то вы можете ни в чем себе не отказывать пушить противника, возможно, врываться, сталкивать и доминировать на вражеской базе за счет того, что у вас уже имеется неплохое количество хп, а как вы видите, я еще играю дополнительно на дроне защитник, то есть, ко всему прочему, я имею еще дополнительный процент здоровья, и я так тем более могу себе ни в чем не отказывать постоянно заходить на вражескую базу, постоянно пытаться здесь увозить флаги. Вот сейчас, например, тоже пытаться здесь дернуть, только вот Хантер, который может меня застопить, здесь я, конечно, этого никак не мог ожидать. Ну и ладно, ничего страшного, две минуты, ой, вернее, какие две минуты, четыре минуты остается до конца, 2-0 мы уже ведем, все, в принципе, неплохо. Единственное, что могло сейчас мне бы помочь, это если бы я бы прожал бы какой-нибудь еще интересный овердрайв на вражеской базе, но есть тоже проблема, когда рискуются у нас танки, нужно время немножко подождать с этим нулевым уроном, если бы я, по-честному, хорьке был бы, там можно было бы заигнорить этот нулевой урон, ну ладно, вроде как тайминг неплохой, прожмем овер, и попытаемся здесь увести. Титана купол стоит, но Титанчик сам по себе особо мне здесь не помешает ничего сделать, и, 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 нам на лоу хп поставили все-таки флаг, третья доставка есть. Довольно легко все получается, да и всегда, наверное, на викетвинсе у вас нет такого прям жесткого сопротивления, когда вы пушите противника, вы можете любого танка, по сути, слить, если у них еще и нет резиста от вас, то есть если в предыдущей катке там было 4 реза от твинца, то в этой катке всего лишь 2 резиста, и то там они не особо качены, я бы сказал, и это легко, безусловно, это легко, когда вы можете просто залететь на базу, не увидеть противника резист, и просто вот так, например, забрать Вика, ой, по Вика, у вас по рельсочку, спиночку, и улететь уже со следующим флагом. Как-то очень просто, как-то очень просто, возможно, я подобрал такое, такое время, либо у меня такая катка попалась с довольно слабым противником, но вы видите, что здесь все складывается просто великолепно, я катаюсь, грубо говоря, от базы до базы, и вообще никакого сопротивления здесь не вижу, по сути. Было бы неплохо, если бы у меня сейчас еще ДДшечка была бы, но ДДшки нету, жалко, конечно, но ничего страшного. Можем делать досрочку, и скатать еще одну катку в другом уже режиме, все же захват флага вроде как удачный уже у нас получился, да, и вооружение, как вы видите, тоже довольно-таки популярное, вы видите, что и против Вика Твинс имеется, и за меня Вика Твинс имеется, и Хантер против имеется, который тоже постоянно отключает меня, и за счет этого не дает мне увезти в очередной раз флажочек. Я бы сейчас бы уже бы, если бы мне тогда не застопил, и сейчас не застопил, уже бы 6 флагов бы привез. Ну ладно. Это как бы его работа, он пытается задефать свой флаг, не знаю, зачем, конечно, он его дефает, когда он 4-0 уже летит, и может просто быстро закончить свою катку, если он еще набивает свои нагибаторские звезды. К слову, что касаемо звезд, я в этом месяце, вернее, не в этом месяце, а в этом челлендже, так будет правильно, у нас же теперь два челленджа, звезды не набиваю, все эти звезды, которые я набил, это звезды, которые набились исключительно на каких-то ивентах, когда там голды ловил, заданки выполнял, видеоролики для вас записывал, ну а так звезды я, конечно же, здесь не бью. Ну и ставим последний флаг, все просто, первое место, отрывчик тоже довольно-таки неплохой, ну и если вам интересно, 6 звездочек я, конечно, тоже дополнительно зарабатываю, ну и давайте скатаем еще каточку в контроле точек, как раз у нас по времени все получается довольно-таки неплохо в этом плане. Ну и, друзья, если вы смотрите, если у вас есть какое-то интересное вооружение, пока я пикаюсь в эту катку, обязательно напишите о нем в комментариях. Я, честно говоря, последнее время уже даже не знаю, что вам интересного показывает, да, возможно, у вас есть свои какие-то мысли по этому поводу, вы хотите увидеть какое-то свое интересное нагибаторское вооружение, а я вдруг о нем, может быть, даже и не знаю, а потом мне так, оп, вы написали, и мне стрельнуло в голову, да, крутое вооружение, хочу по нему записать видеоролик, поэтому обязательно пишите свои мысли, что вы думаете, какое вы вообще вооружение хотите увидеть. Я, безусловно, все ваши комментарии читаю, и если ваше вооружение мне понравится, если вам понравится, возможно, чье-то другое вооружение, которое он напишет в комментариях, то обязательно тоже залайкайте его. Я все это дело, конечно же, читаю, смотрю, и вместе с вами, я думаю, что мы придем уже к новым интересным нагибаторским сочетаниям, которые мы хотим посмотреть, потестить и, возможно, узнать что-то новое. Закидывает на еще один полигончик, полигончик только уже в формате ЦП, я думаю, что стоит сейчас поиграть немножко больше к точкам, не ездить на респы, нужно покататься с одной на другую, потому что вооружение мне целиком и полностью это позволяет сделать, попушить противника, который будет сейчас также здесь пытаться что-то мне сделать на определенных точках, ну и, соответственно, позабирать сами точки, дабы уже выиграть данный бой. Я неспроста взял сегодня данное вооружение, я, как уже сказал в начале видеоролика, это одно из самых популярных вооружений, на котором я играл, на котором вы играли до ведения овердрайвов. Это реально крутое сочетание, но сами понимаете, что овердрайвы в матчмейкинге многое что изменили, и большинство игроков теперь уже меньше акцентирует внимание на данном интересном корпусе, хотя сейчас вот я запикиваюсь в катку, и как минимум уже 4-5 викингов я здесь вижу на карте. Значит, все-таки викинг популярен, я просто не особо сильно смотрю за данным корпусом, в последнее время вы сами понимаете, то, что Харек сейчас по балансу в матчмейкинге, ну, немножко лучше себя показывает, лучше выглядит, и поэтому я акцентирую внимание в большинстве случаев именно на данном корпусе, но, как вы видите, викингов тоже довольно-таки большое количество в игре у нас имеется, и если бы еще бы овердрайв у данного викинга был бы немножечко пободрее, немножечко покруче, я думаю, что данный бы корпус использовали бы еще и еще намного чаще, потому что, по сути, по скорости данный корпус превосходит все средние корпуса, и что касаемо ХП, то у них имеется определенное равенство, плюс мобильность, удобность данного корпуса, я думаю, что превыше, чем у других средних корпусов, так точно. Что касаемо данного боя, 4,5 минутки остается до конца, вроде как по точкам не все у нас так плохо, я вижу, что противник пытается тоже доминировать, пытается так же, как и я, бегать с одной точки на другую, возможно, стоит сейчас немножко поаккуратнее уже поиграть, поддержать какие-то определенные зоны, если бы мои тиммейты еще бы выдвигались на какие-то точки, было бы вообще просто замечательно, пока что они особо этого не делают, я вижу, что там рикошет контролирует одну точку, но центральная, если сейчас уйдет под наш захват, это будет вообще просто великолепно, давайте я попробую забрать ее, может быть у меня здесь получится, нет, Вика и Зитка прожимают овердрайв, а резиста у меня от данной нагибаторской пушки к сожалению нету, да и по сути, наверное, не особо важный резист, который мне нужен в таких боях. Ладно, давайте я вроде, вроде как уже понял, в чем здесь фишка, вижу, что противник пытается именно поиграть на отхватах, на переходах зоны, я попытаюсь, наверное, поконтролировать какую-то определенную точку, вижу, что сейчас проблема у нас постоянно имеется с центральной точкой, сейчас попался, конечно, тут Твинс с резистом, не совсем приятно, конечно, меня кошмарит данный молодой человек, еще и корпус так сбивается у Викинга, как будто, я не знаю, я играю на Васпике, что как-то мне даже непривычно, что так корпус летит, как-то в бочину так прилетает, постоянно какие-то выстрелы, его так раскручивает, мне казалось, что тяжести у данного в бочину стрелять какой-нибудь Твинс или Рикошет, меня не будет так трясти, как я не знаю, кого, так, Хори Гром прожимает овер, и опять этот Твинс, опять этот Твинс хочет меня нагнуть, а я вот так вот ему сделаю, скажу, добрый вечер, зачем мне, в принципе, Викинг на Вика Твинсе овердрайв еще нужен, конечно же, вот так вот, когда противник хочет тебя запушить, просто поражал овердрюбик, сказал, добрый вечер, молодой человек, давай-ка на респик иди, две точки контролируем, третью нужно тоже забирать, было бы неплохо, если бы сейчас у меня бы аптечка как можно быстрее бы отрегенилась, я бы ее здесь красиво так поражал, и было бы все вообще просто замечательно, центральная точка пытается сейчас уйти под контроль противника, я, 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 ой, отлично, просто шикарно, что сейчас аптечка у меня здесь появилась, еще немножко поживем на центре, подамажим противника, 7-0 уже ведем, отлично, то, что самое и нужно нам, две минутки до конца остается, нам нужно сейчас оторваться немножко по счету надо контролировать все точки и желательно сейчас ее не терять вот это вот центральную уж противник уже это понимаю что хочет ее забирать но мы давайте двигаемся именно на нее дабы хотя бы хотя бы хотя бы ах не успел чуть-чуть ладно хорошо понял давай зиду быстро сойдем давай собьем и зитку пулеметик будет намажить а может быть куполочек поставим молодой человек нет не не додумался ох додумался но ничего себе ну вот это гений просто матчмейкинга у нас в бою появляются вот это я понимаю вот это матчмейкинговые герои так у нас тут на циточки 3 про танка противника я на респ ушел ну и стоит 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 сейчас поаккуратнее поиграть сейчас центральную точку пока что наш молодой человек контролирует у меня еще и появляется овер и вижу что противник выдвигается на центр и ладно я понял вас я конечно же понимаю овер драйв у меня имеется понимаю понимаю накидываю раздамаживаю два-три танка замечательно и рикошет тоже с овером но вот его мне было бы неплохо слить конечно но не получилось мне этого сделать прожимает он еще аптечку блин все точки ушли под контроль противника боже ты мой алло добрый вечер молодые люди давайте просыпаемся давайте просыпаемся просыпаемся надо забирать надо забирать точечку надо забирать быстрее быстро 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 под захват под захват под захват давай 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 крутить 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 моя родная 40 сек до конца вроде как 2 под нашим контролем там уже мамонтовер прожимает на центре к 3 уходит под наш контроль шикарно рикошет пытается мне здесь с рикошетить траекторий красивой Чтобы убить Ну а толку, что он хочет меня убить Я же все равно буду контролировать эту точку Потому что он никуда не едет Ну и зачем ты это делаешь, интересно мне знать Друг ты мой хороший Ну ладно, пусть он там пытается что-то понагибать А я в принципе пойду вот сюда Сейчас на центре встану по красоте Поднакидываю еще дополнительного урона 5 секунд до конца И катка тоже у нас выиграна определенно К слову, друзья, хотел у вас спросить одну вещь У меня что-то в последнее время Буквально, наверное, 2-3, может 4 дня Появился Я не знаю, что это Бак, не бак, но ФПС начинает проседать на матчмейкинговых боях У вас что-то подобное вообще имеется Или это исключительно у меня какие-то свои проблемы Потому что ФПС начал прыгать Возможно, это из-за последних обновлений Нагрузка стала больше Возможно, что-то неправильно опять сделали разработчики у нас игры И что-то у меня начинается уже нестабильная ФПСочка прыгучесть Можно так сказать Возможно, это у меня что-то связано Может, что-то надо почистить А может, у вас также имеются какие-то свои траблики С ФПСами И тоже у вас такие проблемки имеются У нас еще одна крит ошибка Отлично Отличный конец видеоролика Друзья, если он вам понравился То обязательно не забывайте прожимать лайк Подписываться на канал Если вы еще вдруг не подписаны Если у вас кнопочка серая Сделайте ее, пожалуйста Вернее, если у вас кнопочка красная Сделайте ее, пожалуйста, серой Да, подпишитесь на канал Мне будет очень приятно это сделать Нас уже 7700 Потихонечку идем вверх Также, друзья, не забывайте прожимать колокольчик Дабы не пропускать новые видеоролики Ну и каждый день Вечером у нас проходят стримы В 22 часа По московскому времени Последнее время я чуть-чуть, конечно, позже начинаю Но буду стараться Не выбиваться из графика И начинать вовремя наши нагибаторские стримы К которым вы привыкли И я привык И приходите туда Если никогда еще ни разу не были То мне будет очень приятно вас там увидеть На сегодня у нас все Всем спасибо, друзья, за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok